Из брани и чудо-творцы, бессребреницы, крестовые врачи, бир-премудрии, ту неподающий здраве полезный... Здравствуйте, уважаемые зрители ТВ-художник! Мы сейчас находимся в селе Мусора, в Самарской области, в Тавропольского района. Здесь, в своем далеком милом детстве, я пас коров. Здесь жила моя мать, и здесь она похоронена на кладбище. Ну, вы знаете, что ТВ-художник – это ресурс, который занимается сохранением памяти поколения. ТВ-художник, мы снимаем фильмы о художниках, биографии от первого лица Жеза и от жизни замечательных людей. История человека, история художника – это история страны. Ну, также я снимаю еще сельских жителей, потому что сам деревенский. Возглавляю объединение художников, художники-деревенщики. Люблю деревню, люблю деревенских. И хочу сказать, что Россия – страна аграрная, страна деревенская. Но, к сожалению, сейчас все поменялось. И из деревни люди бегут в город, и деревня умирает. Но наша история, история страны – это история нашей деревни. Мы находимся в Мусоре. Мусора – это древняя, я бы сказал, община. Это древний род. Мусора – это люди, которые переселились в свое время, в 17-м, возможно, в каком-то другом веке, из Вологодской области, Черковецкого района, поселения Мусора. Ну, все сначала говорили, вот мы живем в Мусоре, и как-то молодежь стеснялась этого названия. Мусора, мусор, мусора, там еще что-то. Ну, вот сейчас выяснилось, что Мусоры – это древнее поселение. Оно древнее изначально из Вологды, и что Мусора означает чистая вода по старославянскому, как по мне, предварительному моему исследованию. Несут в себе ген Руси изначальный, несут в себе речь красивую, мелодичную, окающую. И несут в себе вот эту лингвистику той древней Руси, от которой они пришли. И когда я начал вести исследование, я увидел, что речь мусорцев, она аналогична речи вологодцев. Там и словечки такие попадаются, и интонации. И мне все время в юности очень нравилась вологодская речь, и я любил мусорцев. И все время подозревал какую-то породистость, какую-то необычность этого народа. И вот, наконец-то, я в воле судеб сделал открытие. И это открытие вот посвящаю всем своим мусорцам и своей матери. И хочу сказать, что я, Подшивалов Андрей, бывший пастух деревни Мусора, открыл историю Мусора и сказал мусорцам, «Ребята, вам не 300 лет, а вам тысячи лет. Вы еще упоминаетесь надзорных книг, вы выходцы из Руси изначальной, Руси коренной». Вот такая вот вещь. Но у меня давно мечта создать музей этнографический. Я его пытался создать на академической даче. У меня музей этнографический в мастерской. И вот когда здесь возникла идея создания туристического кластера, то я предложил, ребят, давайте-ка сделаем вот совместим, приятный с полезным, многофункциональный такой проект. Из мусора изначальной перевести вологодскую архитектуру. Она уникальна, она интересна, она деревянного зодчества, необычная. И сделаем небольшое поселение. И здесь, в этом поселении, в центре мусора, мы разместим различные ремесла. Как пились лапки, как делались тюреги и все остальное. Как откался лен. И из города Тарьяки, из города Самара будут приезжать люди и смотреть, как же жила деревня. И это будет любопытно, и это будет зрелищно. Более того, это необходимо для учеников, учащихся, чтобы они смотрели, как жила наша страна. Тем более, Владимир Владимирович Путин провозгласил национальную идею. Это любовь к родине, к патриотизму. И другой идеи, сказал Владимир Владимирович, у нас нет. И не должно быть. А любовь к родине воспитывает знания нашей истории. История мусора, я вам хочу сказать, история людей, проживающих в мусоре, она многострадальная. Отсюда уходили на фронт защищать нашу родину в 14-м году. Мужчины и не возвращались там, погибали. Возвращались ранены. Здесь прокатилась жестокая и беспощадная гражданская война. Коллективизация. Расстрелы. Вот сейчас я смотрел документы. Показали, там написано. Причина смерти. Расстрел. Убивали людей. Здесь столько горя видела земля. Это забывать нельзя. Потому что из этого произрастает духовность. Из этого произрастает нравственность. Из этого произрастает любовь к нашей родине. У нас есть родина или нет ее? Вот в деревне Сырейка Совета есть памятник. Тем, кто не вернулся с фронта. Из списка. А там было написано сверху. Они погибли, защищая нашу идентичность. Они погибли, отдали жизни, защищая нашу идентичность. Я думал, как это здорово написано. Идентичность защищать и за это погибнуть. Да, за это погибают, за нашу идентичность. А иначе мы пили баварское пиво, и было бы все нормально. Но мы погибли, защищая свою идентичность. Свои лапки. Свои соломенные крыши защищают. Свою культуру защищают. И вот пришла пора, когда мы отказываемся от своей идентичности самостоятельно. А я говорю, что не надо отказываться. И за это надо сражаться. Как сражались наши гены на полях брани. И вот здесь, в Мусории, если сложится судьба, мы создадим этнографический музей. Есть единомышленники. Есть ребята вокруг меня, которые говорят, да, мы не должны потерять свою идентичность. И если есть желание, если есть бюджет области на то, чтобы здесь сделать какой-то туристический кластер, то его можно сделать вот таким образом. И мы подаем свой проект. И вот сегодня, можно сказать, день, когда мы собрались и осознанно говорим, да, мы хотим создать свой проект, подать губернатору, убедить его в этом, чтобы здесь, в Мусории, не только был памятник Мусории изначально, Мусории Вологодской, который бы увеличил жизнь общине, так называемой роду мусорцев, да, но еще, чтобы здесь был музей памяти поколений. Потому что Самарская область, это Средняя Волга, это многострадальная территория. Здесь было очень много насильственных смертей. Здесь люди умирали с голода в 21-м году, в 21-м, 22-м, сейчас точно не могу сказать, как здесь голод прокатился, в 30-х годах. В 47-м году ближний вот голод был, страшный голод в 47-м. Здесь земля столько видела боли и страданий. И эти боли и страдания мы видим в фотоальбомах семьи. Я сегодня был у Куклевых, я видел фотоальбом. Это такая роскошь. Я посмотрел этот фотоальбом и как будто бы прожил жизнь этой семьи. Вот губернатор, это отец. А губерния, это дом. И он хозяин, он отец. Вот когда вы приходите в русский дом, во всяком случае в мусоре, так всегда было. Захожу в русскую избу, и мордовскую, здесь мордва жила, что я там вижу? Я должен подойти и посмотреть. Красный угол иконы перекрестился. А с левой стороны иконостас. Весь род, согласитесь, весь род, да? Фотография всегда висела. Вот у дяди Васи заходишь, и все фотографии. Бабушка, прабабушка, прапробабушка, дед, все, кто погиб на фронте, все висели. И память предков всегда присутствовала. Мы не были уродами. Что такое урод? Это не рода человек. А мы были частью этого рода. И каждый поклонялся своим предкам. Поэтому я хочу сказать, что если в области у отца, у губернатора, будет такая же культура, как культура в русской семье, когда мы заходим и видим с правой стороны икону, а в центре весь этот фотоальбом, то это будет здорово. Вот этим фотоальбомом должна быть мусора, как мне видится. И если губернатор, если Министерство культуры скажет, да, мы хотим, чтобы мы были культурным народом, а культура, она произрастает из народа, и культура делается на финансирование народа, потому что Министерство культуры, которое распределяет народные деньги, мы говорим, а давайте-ка в Мусоре сделаем вот такой фотоальбом нашей области. И здесь мы сделаем, как по программе, мы планируем, сделаем музей, перевезем избы, поставим храм на горе деревянного зодчества, Вологодского, красивый, и все будут проезжать и говорить, это мусора, это древний народ, мусорцы. Во-первых, будут рабочие места, их будет много, потому что надо будет обслуживать. Во-вторых, я вам гарантирую, здесь будет паломничество, потому что я видел, какой дефицит в семьях, дефицит развлечений настоящих, не игрушечных, не в ленд ехать куда-то, а посмотреть и прикоснуться к каким-то святыням. Мы здесь делаем так, чтобы здесь была святыня, настоящая святыня, светская святыня. А святыня и святое – это наше страдание. И наши предки для нас святы. И здесь мы создадим центр вот этой святости в виде аккумуляции вот этих фотоальбомов. У нас будут бригады, которые разъезжатся через дома культуры, через священников, через приходы, через просто вот общение с народом, через интернет, через другие средства массовой информации. Мы кинем клич, призыв, ребята, сохраняйте все фотоальбомы, присылайте в электронном виде. Мы это будем аккумулировать, мы это будем распределять по карте, сделать это интерактивно, чтобы вы попутешествовали. Вот есть деревня, была деревня, а деревни нету. Нету деревни, она была. Но вы можете увидеть жителей деревни по фотографии, по фотоальбому, который мы для вас сохраним. Вот деревня, которая была. Сейчас он Пески деревня, как она называется? Пески. Пески. Сейчас она уже увяла эту деревню. Но там было столько молодежи. Там была жизнь, там провожали в армию, встречали, играли свадьбы. И все это отразилось в фотографиях. И мы покажем эти пески через гугл-карту. Школу до четырех. До четырех классов. Свой клуб. Свой клуб. И люди увидят. Вы представляете, какая духовность? Вы представляете, как мы сохраним свою идентичность? Мы сохраним то, за что погибали наши деды. Мы скажем, вы отдавайте, вы уничтожаете. Уничтожайте святыни. Я не буду дальше говорить. Это вопрос политический. Это моя точка зрения. Но мы здесь в Муссоре хотим сохранить национальные святыни. Я хочу. У меня есть единомышленники. Я хочу, чтобы мы, русские люди, перестали уничтожать свою идентичность. Как в архитектуре, как в музыке, как в живописи, как в поэзии. Мы уничтожаем свой ландшафт. Мы уничтожаем ценнейшие свои ландшафты. Вот передо мной Морев Владимир. Он спас Мусору от свалки. Малина, Фаврак. Как красиво звучит. Малина, Фаврак. И человек совершил подвиг. Мобилизовался. Человек офицер. Неистово защищал. И мне кажется, все-таки спас. Может быть, Господь, благодаря усилиям Владимира, защитил от этой свалки нашу мусору. Древнюю мусору, которую мы любим. Которую я очень люблю. Которую избегал своими ногами все поля здесь. Каждую травинку примял. И здесь не будет свалки. Здесь не будет онкологии. И здесь не будет мусора. И наше слово мусор, мусорка, все-таки будет звучать не как свалка, не как мусор, а как чистая вода. Как древнее поселение. Как уникальный народ. Вот передо мной уникальный человек сидит. Фамилия у него Киталев. Здесь много Китая. Как он красиво говорит. Как он окает. Как я любил этот разговор. Вот окающий. Я пытался научиться, у меня не получалось. Меня сестра учила. Бычкова Катя. Вот так вот надо говорить. Ну уж как она-то говорила красиво. Как она эти первые выдавала. Обороты, акценты. Это музыка особая. Это особые люди с особой генетикой. Триста лет они здесь живут. И триста лет они сохраняют свою речь. А за речью это и уклад. Это и менталитет. Это система ценностей, которую они исповедуют. Это особенные люди. Я к ним присматривался. Что за характеры такие. Как они относятся. Добры ли они. Что за люди они такие. Но они разлетаются по всей России. И где бы вы не были мусорцы. Вы должны гордиться и знать, что вы мусорцы. Вы община. Вы род. Вы род. Вы родовая община. Поэтому цените друг друга. Любите друг другу. Помогайте где бы вы не были. Ощущайте себя корпорацией. Чтобы у вас где бы вы не были была взаимовыручка. Мусорец это значит наш человек. Мусорец это тысячи лет вместе. Как бы там ни было. Переплетены роды вот эти. Поэтому я хочу сказать, что сейчас я говорю много. Мне позволили так ребята. Вот. И хочу сказать, что моя мечта, чтобы здесь был музей памяти поколения. Андрей Геннадьевич, мы здесь не случайно собрались. У нас есть посол губернатора. То есть может быть так сложилась ситуация, что мы движемся все-таки от каких-то разрушительных факторов. Да. Трагичных моментов нашей истории. Значит вы упомянули строительство полигона мусорного. Но мобилизуемся мы тогда, когда приходит беда. Вот в текущий момент есть послание губернатора. И может быть это тот момент и тот фактор, который позволит нам вышить даже может быть. Потому что молодежь из села уезжает. И здесь присутствует представитель собрания депутатов сельского поселения Мусорка. Я думаю, что про послание губернатора и про общее вот это понимание он расскажет. Алексей. Да. Ну вы. Здравствуйте еще раз. Значит. Очень приятно здесь находиться. Потому что действительно, значит, собрались те люди, которые непосредственно радеют за это. А вот я здесь не так давно, но я уже прикипел, значит, к этой земле. Здесь просто очень красиво, значит, нету, так скажем, равнин. Все перетекает из леса в озера. Красота безумная. Вот. Поэтому губернатор, имея здесь свои корни, Дмитрий Игоревич неоднократно обращал на это место внимание. И вот в 21-м году, да, в своем послании он упомянул Мусорку как центр туристического кластера. Вот. Вот чем мы не можем не воспользоваться на сегодняшний день, на сегодняшний день. И вот это первое видео, да, оно, в принципе, как архивное у нас, наверное, будет, да, потому что через... Да, мы можем опубликовать. Ну, через много лет мы будем смотреть, действительно, вот с чего все начиналось. А вдруг получится, да. Да, если это получится, я думаю, у нас получится, потому что здесь находятся, так скажем, единомышленники, которые умеют решать вопросы. Вот. Что хотелось бы от себя, да? Ну, мы были, значит, уже у... Епископа Нестера. Епископа Нестера, да. Рассказали ему, потому что патриархия, как раз вот она у нас, Ставропольская, Тольяттинская, Жигулевская, вот, на территории которой находится Мусорка. Выслушал нас, благословил, в добрый путь. Это благое дело. Мало того, что мы не забываем свою историю, а без прошлого, как говорится, нет будущего. Поэтому есть замечательный региональный проект, к которому мы с сегодняшнего дня, грубо говоря, приступаем. Будем сейчас заниматься в ближайшее время разработкой концепции, разработкой технического задания. Именно в туристическом кластере. После... Потому что все начинается, так скажем, с низов, да, с земли. Вот. С вашим профессиональным опытом во всех этих делах мы все это положим, концепцию и техническое задание положим, значит, на бумагу, представим в электронном носителе и сделаем презентацию губернатору. Вот. У нас есть для этого все инструменты. Еще раз говорю, у нас есть Министерство культуры, есть Департамент туризма под контролем Министерства культуры. Поэтому министр на сегодняшний день, министр культуры Самарской области, она уже в курсе, так скажем, поручения губернатора. Вот. И все вместе, создав вот эту команду, а команда создается именно с низов, да, с наших жителей, со специалистов, вот, мы все это положим, еще раз говорю, на бумагу и представим презентацию губернатору. Получим от него одобрение и все у нас получится, потому что есть замечательный инструмент, называется национальные проекты. Вот один из национальных проектов звучит как культурная среда. Он как раз подходит для реализации нашего проекта, вот, потому что культурная среда, это как раз вот о чем мы говорили, да, это наше прошлое, музеи, туристы, жители и приезжие. Все это в техническом задании будет указано, и я думаю, что реализация данного проекта будет успешной. Да, здесь перед нами карта, расположена эта карта как раз сельского поселения Мусорка. Еще раз хотелось бы обратить внимание на уникальный ландшафт, то, что мы здесь живем в интереснейшем месте, где текут две реки. Это река Мусорка, река Ташелка, которая впадает в Волгу. Они образуют сеть оврагов, сеть прудов, водоемов, которые создают колорит этого места. У нас есть памятник природы, это Ташлинская лесостепь, то есть это орнитологическое место, где гнездуются 56 видов птиц. То есть это европейская система защиты птиц. Деревня не утратила, село не утратило своего колорита, то есть помимо гора здесь сохранились дома, уклад жизни. То есть сейчас очень много сел, которые находятся под экспансией, под заселем городских жителей. То есть люди из города стремятся в сельскую местность и утрачивается как раз вот эта идентичность, как вы говорите. То есть выдавливается местное население. То есть большие спутники города Тольятти, также Самары, то есть как вот подстерки, ягодные, там уже нет местных жителей практически. То есть мы сохраняем пока вот этот колорит, и мы уже это обсуждали, то есть мы создаем очаг вот этой культуры, который должен вобрать в себя вот как раз вот эти корни. И здесь разговор, речь идет не только о каком-то музейном комплексе, то есть мы должны охватить вот эту территорию сельского поселения. То есть рабочие места как раз и предполагают реанимацию вот этого села. То есть молодежь должна оставаться здесь, они должны выезжать сюда, должны приезжать активные люди, которые приедут с ремеслом, с опытом, с каким-то знанием. Туризм сейчас очень активно развивается, и этнотуризм, экологический туризм, он сейчас как раз очень востребован. То есть защищая природу, защищая свою идентичность, как вы говорите правильно, мы сохраняем село. Соответственно, создавая музей, мы создаем рабочие места, как вы говорите, охранники, каких-то обслуживающих персоналов. То есть делаем лапти, делаем, значит, ковроткачат какое-то, да, там супно, настоящее, льниное, там, конопляное. Вот, естественно, будет какой-то общепит, то есть без сервиса мы здесь не создадим вот эту вот среду, да, комфортного пребывания для туристов. Правильно Алексей Вячеславович сказал, что люди сейчас испытывают потребность не просто в туризме каком-то, значит, выезжать куда-то на море или где-то в лесу пожелать. В области некуда ехать, нечего посмотреть. У нас нет прецедента для этнического туризма. То есть вот рядом у нас нет ничего подобного, которое позволило бы человеку окунуться в сельскую жизнь. То есть у нас здесь гуляют лошади, да, там еще остались коровы, то есть ведется какое-то приусадебное хозяйство. И если мы будем это тиражировать, то есть ставить какие-то объекты, то есть начиная там с храма, с часовни, с музейного культуры. То есть мы очень элегантно вписываемся в существующую среду. Мы войдем в эту среду и, естественно, мы будем оширить. И поэтому мы должны предложить Министерству культуры и сказать, ребята, смотрите, как здорово. Вы будете какие-то проекты находить, вот он проект. Проект, который идет, во-первых, снизу. Во-вторых, он вписывается в потребность села. И такой социальный заказ существует. Ну что ж, наша беседа подходит к концу. Она была, предполагалось быть маленькой, но превратилась в очень большую. В студии был, представьтесь. Морев Владимир. Я живу здесь уже с 2006 года. У меня родилось здесь трое сыновей. Всего у меня пятеро детей, поэтому это также и моя земля. Я защищаю ее с точки зрения экологии. Я теперь являюсь заместителем руководителя регионального отделения российского экологического движения. Вот здесь ставим баннер. То есть наша задача сохранить идентичность. Наша задача сохранить природу в ее первозданном виде, экологию. Морев Владимир. Костин Алексей. Также у меня здесь родилось двое детей. Я так относительно недавно здесь проживаю. Но я еще раз говорю, я прикипел к этому месту. Моя основная задача, значит, оставить все как есть. Ставить все как есть, только все это преобразить. Чтобы не было здесь никакой застройки там 21 года. Чтобы ничего не испортили. Чтобы реки текли. Значит, русла почищены. И все, значит, была благодать. Вот депутат, собрание представителей. Житель села Мусор. Костин Алексей. А я Подшивалов Андрей Геннадьевич. Художник, живописец, академик. Человек, влюбленный в Мусору. Человек, который пас коров в детстве. Чем горжусь? Очень горжусь этим. И здесь похоронена моя мама. И я привязан сердцем, душой к этой Мусоре. К этой деревне. Всегда ходил и думал. Ну, наша Мусора красивше всех. Вот где-то, где бы я ни был, все время сравнивал в юности. Но Мусора наша красивше. Я мечтаю, чтобы здесь, в Мусоре, был музей памяти поколения. И буду делать все для этого, что могу. Ну, вы представьте. Китай Сергей. Я считаю, местный житель. Здесь родился я, родитель. Мои родители. Родители, родители. Здесь родились и похоронены. И мы, то и я, и своих детей приучаю, чтобы чтили память, историю нашего родного края. Я, по возможности, прививаю им всю эту любовь, даже на лошади, катаю и заставляю убирать навоз за ней своих внучат. Поэтому я поддерживаю эту идею и всегда буду только за сохранение нашей истории, родного края. Спасибо, уважаемые зрители, что досмотрели до конца. Особенно я благодарю тех, кто является жителем Мусорки. Мы для вас стараемся, Мусорцы. Спасибо, спасибо. До свидания. Ну, все, да.